Настоящие викинги берут с собой в набеге Xbox Series X Самую мощную игровую систему нового поколения 12 терафлопс, 1 терабайт SSD Быстрые загрузки игр и Xbox Game Pass Маленькая черная коробка, которая унесет тебя прямиком в Вальгаму Сыны Рагнары решили двинуться дальше в земли Мерсии Сюда Эйбор! Сигвард Я скучал по тебе, брат Мы не можем остаться здесь, не разжигая войны Эссессия Скрыт Вальгала это определенная самая главная неожиданность этого года Потому что даже я, человек уже поигравший в нее и отдавший ей много комплиментов Сравнивая в некоторых моментах с Ведьмаком Даже я не представлял, насколько крутая эта будет игра И вдвойне приятно сейчас смотреть на тех людей, которые воротили от нее нос, когда произошел анонс Потому что они как никогда ошиблись Вальгама это определенно один из лучших эссессия Скрыта в истории Лучше или нет, это каждый ответит для себя сам И это будет сложно, потому что их очень много и они все очень разные Но лично для меня эта игра встает в один ряд из моих любимых Эссессия Скридов Это третий, это Синдикат Это Эссессия Скрыт 2, это те ассасины, в которых был очень сильный сюжет Очень много режиссуры, как кинетографической, так и внутриигровой Где по-настоящему ощущается мир Где по-настоящему ты влюбляешься в героев Запоминаешь их имена Проводишься в их компании с удовольствием Время, интересуешься тем, что будет дальше И в общем переживаешь за героев И на самом деле для Ассасина это довольно большая редкость Потому что Ассасины, говорю, все разные Вот в последней трилогии мы могли видеть эволюцию Когда появился Ориджинс, это была новая механика Многим она понравилась, но там было очень мало сюжета, например, для меня В Одиссее они уже пошли на сближение с Ведьмаком Ассасин начал становиться РПГ С выбором диалогов, со смешными квестами Туда вплели механики Black Flag Это была очень большая, очень разнообразная игра И вот Вальгана, она с одной стороны живет на этой конструкции С другой предлагает столько своего И ощущается настолько по-другому, что вот даже в один ряд с этими играми ее не поставить Я говорю, мне хочется ее ставить в один ряд с лучшими Ассасинами Потому что в ней они наконец-то и довели до ума и геймплей вот этих последних Ассасинов В том числе и боевку Которая, с одной стороны, да, выглядит как в предыдущих Но с другой ее модифицировали, добавили там и стамину И в целом она на физическом уровне, на уровне ощущения и контроля героя Воспринимается совершенно иначе Особенно если вы играете на высоком уровне сложности И здесь тоже новшества Они вот начали, да, вводить различные варианты того, как ты можешь играть в Assassin's Creed В том числе, как ты исследуешь мир Все ли у тебя сразу на карте отображается Или ты сам погружаешься в мир и начинаешь его исследовать Здесь к этому добавилась еще сложность стелса, например Потому что в кои-то веки они над стелсом серьезнее поработали И ты можешь выбрать максимальный уровень сложности На самом деле я рекомендую вот играть в игру на сложном уровне сложности С максимальным стелсом и в режиме вот максимального исследования Тогда этот Ассасин будет восприниматься вообще особенно Вы будете действительно исследовать мир как в какой-нибудь РПГ Прятаться от врагов и вообще думать, что вы делаете во время боя А не просто мацать на кнопки Но самое крутое в Вальгалии Это как неожиданно, как не странно, как не удивительно Это сюжет и все, что с ним связано Такое ощущение, что вот в Юбисофте кто-то нажал кнопку Набрать крутых сценаристов, набрать режиссеров Мы должны вот уже делать совсем большое кино А я вообще много рассчитывал, что в современных играх Особенно в играх в открытого мира Диалоги, катсцены это вообще скукота Встречаются несколько героев и что-то болтают Уже давно в играх не увидишь какой-то серьезной, интересной режиссерской постановки И здесь Вальгал тебя практически сразу подкупает, потому что это прямо такое хорошее кино Ну может быть сериального уровня, уровня хороших современных сериалов, про викингов Мы знаем, что лагерь сынов Рагнара на севере И стоит навестить их, чтобы закрепиться в этом краю Совершенно охранительная экспозиция всех героев В последний раз, мне кажется, такое в серии было на этапе третьей части Вот она была просто потрясающе срежиссированная и вызывала бурю эмоций Вот здесь, если вам нравилась третья часть, приготовьтесь к тому же История начинается в Норвегии с самого детства героя В тот момент вся семья и клан празднуют объединение с другим кланом На их порог буквально прилетает топор войны И враждебный клан Ятви вырезает всю семью Эйвора А он чудом бежит Все это потрясающе поставлено И разборка, и то, как маленький Эйвор пытается защитить родителей Как он бежит от преследователей на лошади И она там падает с обрыва, и лед под ней проламывается И вот волк появляется, который готов его сожрать, но его защищают вороны Все это срежиссировано прямо классно При этом добавьте сюда практически всю эстетику, свойственную играм Паноргической мифологии, всевозможные глюки, всевозможные видения Одина Такую мрачную, сумасшедшую, северную, ледяную атмосферу Вот это все есть в Assassin's Creed Valhama Сколько лет ты меня спрашиваешь, Вулф Кист? 17 вентября? 18? Я сейчас выжить твои мечты? Я выжить твои львы? Ну, это только начало вступления, потому что дальше мы переносимся на 15 лет вперед Вот выбираем, кто у нас все-таки Эйвор, девочка или мальчик По сюжету, кстати, тоже все эти разногласия в анимусе, они объясняются Они на Ubisoft потратили время, чтобы объяснить, почему вообще в Ососине появился выбор Где мы должны синхронизироваться вроде как с историческими событиями И почему там может быть девочка или мальчик Ты никогда не оставишь это Ну, спустя 15 лет Эйвор взрослый уже мужик Но его клан все так же получает люлей от Ятви А он все так же еще не смог отомстить за смерть его родителей Но проблема в том, что Ярмл, в общем-то, не очень хочет войны Не очень хочет крови Поэтому, в общем-то, принимает все наезды со сторон вот этого клана к Ятви Ну, а нам остается только засунуть язык куда подальше И, в общем-то, следовать его указаниям И потихонечку исследовать округу И вот в тот момент, когда ты выходишь в открытый мир Игра начинает тебя действительно практически сразу влюблять в себя Почему? Потому что эта игра просто прекрасно стилистическая Как она выглядит, все эти бесконечные ледяные пейзажи, да, норвежские А это только начало игры Совершенно охренительная работа с атмосферой Когда ты, не знаю, там, ползешь на большую скалу В этот момент начинает восходить солнце Оно так красиво ослепляет всю долину И ты видишь это на километры И в этот момент начинает играть вот такая прекрасная северная музыка И ты прям чувствуешь вот восход нового дня Вот в эти моменты, даже если там сюжет, постановка, сценарий отбросить Вальгала начинает тебя прям цеплять и погружать в себя Ты ходишь по этим огромным просторам, где никого нет То есть ты постоянно на каких-то там врагов, форпосты, конечно же, натыкаешься Но они все единичные Там очень мало людей Между поселениями какие-то гигантские расстояния Между которыми только волки, олени и, в общем, различные припасы Руда всякая, которую ты можешь собирать Естественно, тебя постепенно вводят в механику Ты там с друзьями устраиваешь набеги на соседние поселения враждующих кланов Это новая механика Ты когда в открытый вой такой вступаешь со своей, в общем-то, ордой товарищей Разносишь какое-нибудь поселение Естественно, с целью награбить побольше всякого Когда ты возвращаешься в деревню У тебя немедленно возникает ощущение родного дома Потому что, ну, твоего персонажа все знают Там кто-то просит научить его стрелять из лука Детвора, в общем-то, подбегает и говорит, что нужно побольше, в общем-то, припасов с собой притаскивать Альвис учит Эйвора поэтическим батлом То есть такой допотопный рэп-батл устраивает Кстати, это полезное занятие, потому что оно повышает харизму и открывает новые опции в диалогах В флейтинге это ключ, чтобы сравнивать каденцию и рим Это так много про звук, как и про время Так что будь осторожен в выборе, которые ты говоришь Я вспомнил, что ты говоришь, когда я вступаю в фрей Это прекрасный ответ Повторый рим и красивый каденцию, чтобы сравнивать мою риму Свент, местный тату-мастер и барбер предлагает тебе изменить прическу или сделать татуху И татухи здесь это тоже коллектабл, тебе нужно искать их в открытом мире Бунар, местный кузнец, предлагает заапгрейдить оружие И топор отца, который ты притащил из последней битвы В общем, ты во все это погружаешься и немедленно тебя домашний уют окутывает Ты понимаешь, это мое поселение, это мои родные люди И сначала ты еще стараешься не запоминать героев Но потом выясняется, что многие из них с тобой надолго А вся концепция Вальганлы, ну, передает, так скажем, привет Red Dead Redemption 2 Все меняется в тот момент, когда из дальнего странствия возвращается, в общем-то, брат главного героя И возвращается не один, а с двумя серьезными товарищами в капюшонах Которые очень любят перешептываться из-за плеча Один из них ученик, другой учитель И с этого момента Вальганла начинает просто расцветать Во-первых, да, ты понимаешь, что... Получаешь ответ, как же, в общем-то, что такое ассасин, викинг, вообще, как это все связано? Но поскольку связывается действительно так себе Юбисофт, на самом деле, красавчики Они, во-первых, с точки зрения Дамлора и сюжета Очень классно объяснили, как вот там, да, твой брат Прошел через всю Русь, Рим, там, вот и дальше И обзавелся этими новыми друзьями Которые его науськали, что хватит сидеть на родных фьордах Надо бы отправляться, в общем-то, новые земли покорять И заодно, ну, видимо, по их плану, мочить тамплиеров То есть, простите, Орден Древних Так это в этой трилогии, так их называют Да тамплиеров нам еще чуть-чуть придется подождать Как и до ассасинов настоящих С другой стороны, потому что, ну, викинг, ассасины Это странно вяжется Юбисофту очень красиво, очень смачно Врубили постиронию Показали вот это вот превращение тебя, да, в ассасина В чувака, который, по крайней мере, служит ассасином Максимально иронично, максимально смешно И при этом так, что ты действительно в это веришь Что вот здоровый мужик с семеров В общем-то, всем этим делом Проникается постепенно Тебе вот брат такой, типа, из дальнего похода Приносит презент И презентом, естественно, оказывается Скрытый ассасинский клинок Из-за чего у юного ассасина Который там много лет, в общем-то, посвятил тому Чтобы его сделали учеником У него начинает бомбить Как так, блин, священное оружие Вот, какому-то северному мужику В шкурах отдают просто так А я здесь батрачил за него После этого Эйвор еще этот клинок не внутрь, да Как скрытое оружие надевает, а снаружи И тут у ассасинов вообще начинает просто бомбить Потому что они такие Блядь, это священное оружие Ты как вообще с ним поступаешь? Я просто, ребят, не хочу вашу ошибку повторять И в этот момент так ассасинов показывают С отрубленными пальцами И они еще больше бомбить начинают Типа, блин, чувак, это вообще-то кредо Все дела, это, блин, специально мы сделали Это не ошибка была В общем, если вы не поняли Это во многом очень смешная Очень самоироничная игра Которая, блин, через вот эту иронию Все равно толкает свое То есть у тебя не происходит Несерьезного отношения к сюжету Она просто тебя веселит И сама над собой смеется, что хорошо Через вот эти все шутки Тебя, в принципе, убеждают Что северный мужик может с клинком ассасина бегать Хотя до этого ты в это вообще не мог никак поверить Представить, что это как-то сходится А вот, блин, взяли, несколько раз пошутили Со сценарием поработали И уах, оказывается, возможно Все работает, все круто Естественно, ассасины тебя начинают учить Там скрытым убийством Что тебе не очень нравится Не очень интересно Но тем не менее Объясняется, конечно же То, что, в общем, один из заклятых твоих врагов К Ятви От ученика Притащили его убить Типа, как тренировочное задание И, в общем, с Эйвором они залупаются Кто его все-таки убьет первый Эйвор такой говорит Не, блин, слушай, он моих родителей замочил Я должен это сделать И дальше кланы там сходятся Битва Баттл Ты с этим огромным мужиком Который убил твою семью Махаешься Вообще он очень мощный На харде, кстати, очень крутая боевка Очень сложная Ну, не Dark Souls Но вот в ту сторону Сражаться с противниками реально интересно И вот в момент битвы В момент разгара босс-баттла С орлиным свистом Врывается этот ассасин Которого Ярл Викинг За секунду как говно ломает И выбрасывает куда подальше И ты дальше продолжаешь драться Ну, короче, это прям очень круто И вот в этот момент В Вальгаму ты влюбляешься А это просто еще вступление Естественно, в общем, дальше Начинают события развиваться И, наверное, я так много говорю про сюжет Потому что он действительно очень крутой И он очень сложный Потому что ты думаешь Ну вот, да, натаскали Твоего брата ассасина Сейчас нужно объединить всех викингов И, в общем-то, вторгнуться в Англию И не там-то было Оказывается, что, в общем-то, у викингов Да, лоу-сюрприз Есть еще король И он как бы все племена сам хочет объединить И там начинается сложная политика А еще у этого Кьетви Ярла Был сын, который сбежал Он хочет отомстить Но он сбежал на нейтральную территорию И оттуда его нужно еще выследить Выманить и вообще что-нибудь с ним сделать А сам король викингов говорит Присоединяйтесь ко мне или валите А Ярл вашего клана говорит Да, король, я с тобой И у вас-то как бы другие планы были с братом Я не отдам никому то, что мое по праву Тогда войны продолжатся Будут умирать люди Будут гореть деревни Мир возможен только с Харальдом Ты умрешь, как Трелл, хмельная скотина В одиночестве, лежа на соломе Короче, за событиями прям интересно следить Они сложные Сложная политическая ситуация Сложные персонажи перемещаются Ну, короче, все идет непонакатанно И это круто И в какой-то момент, естественно, брат решает взять верных ему друзей И отправится строить новое поселение в Англии Которое там произведено на королевство Они воюют между собой И уже, более того, там поселились первые викинги В общем, дорога протоптана И вот вы всей этой гурьбой своей С теми друзьями, с которыми ты познакомился за первые часы игры Вы отправляетесь в Англию В Англию! В Англию! Или в Алигалу! И опять же, да, они могли бы, как бы это обычно было в Осенне Ну вот мы прибыли в Англию, иди что-нибудь разведай Нет, это просто все Очень классно поставлено Срежиссировано именно с точки зрения внутриигровой режиссуры Вы там сначала заплываете в эти английские реки Плываете, викинги начинают обсуждать Какая-то у них смешная вера Что это за, блин, руна Крест Вот почему они поклоняются Рунина, который распяли их бога Степа, он идет так корректно, но, повторюсь, с юмором Они молятся кресту, на котором убили их Христа Странно Мы вырезаем статуи наших богов и почитаем их Взять хоть жертвы Одину Одноглазому Но не возносим хвалы волку, что убил его Вот в чем разница То есть приехали такие северные мужики Что тут ха-ха, козочки, крестьяне И вообще, что это за зверопассы, вообще не мужики Сейчас всех раздерем И, собственно, это мы и начинаем делать Мы основываем поселение Приезжаем, в общем-то, на места первых викингов в Англии Оказывается, что они куда-то уже ушли Какие-то у них там терки свои А мы решаем обосноваться на их месте Сперва прогнав английских гопников, робин гудов Которые там обосновались И это тоже, блин, прикольно сделано Потому что фракция до этих гопников, она, например, грязью кидается То есть они во время боя, когда ты с ними сражаешься Они вот всякие читерят, бесчестные приемы используют Тебе в глаза бросаются землей И ты такой, блин, ни хрена себе, вот сюрпризы Что меня еще ждет в этой игре Когда ты по реке, да, вот плывешь, там Твои персонажи, они все комментируют Англичане там, чтобы путь по реке викингам преграждать Там цепи натягивают Какие-то ты их снимаешь Короче, все это воспринимается вообще не как Assassin's Creed А как какая-то, блин, приключенческая игра Такой уровень повествования и режиссуры Не в плане роликов, а вообще вот внутри игры Невольно появляется приключение Uncharted Или какой-то другой приключенческой игры Это реально очень круто При этом все механики Все, что вы привыкли делать в Assassin's Creed Здесь на месте Но это все завернуто вот в такую классную, душевную, уютную оболочку Что выводит вообще впечатление на абсолютно новый уровень И переводит игру вот в другой класс вообще развлечений Как вот игры, в которые ты любишь погружаться В которых тебе не все равно вообще ничего происходит Ты играешь не чтобы убить время А чтобы прям кайфануть И от всего этого вера в окружение просто вырастает в разы То есть у тебя есть цель Ты основал колонию Ты начинаешь как бы устраивать набеги на монастыри Это всегда очень смешно Потому что подъезжают викинги такие Ура, вот, давай крушить все В общем-то монахи и жители Начинают разбегаться Мирные жители сбегаются обязательно к часовне И там пытаются укрыться Солдаты бросаются в бой там с фразами Христос меня в общем-то защитит Это прям очень здорово Ты прямо чувствуешь себя таким вот партизанским отрядом Который вот вторгся в чужую страну И устраивает там свой форпост И наводит свои порядки И со временем ты начинаешь развивать свое поселение Там наводить декорации Строить различные постройки Которых на самом деле дохрена И они влияют на разное В том числе ты можешь построить казармы Оформить там всех своих бойцов Выбрать персонажей Которые там с тобой будут в набеге ходить Более того, через казармы Ты можешь брать ем с викингов Вот этих правых рук Своих друзей То есть из френд-ленты Как весть разнесется Больше ем с викингов Захочет биться вместе с нами Кстати говоря Многие воины Жаждут стать твоей правой рукой Давно пора выбрать кого-то из них Ну и в общем у тебя постепенно Прямо поселение разрастается Там курятни, конюшни Штаб-квартира ассасинов Кузнец, естественно, апгрейдишь И все эти те открывают Новые механики Новые сайт-квисты Строишь там ассасинов-хедкоттерсы Открывается механика С орденом древних Ну как в Одиссеи Когда ты ищешь в открытом мире И доищешь зацепки Находишь членов ордена древних И убиваешь их И так, в общем-то Со всеми остальными Традиционными механиками Они на самом деле С самого начала скрыты На тебя сразу не вываливают Все, ты постепенно Отстраиваешь поселение И вместе с этим Добавляешься и часов геймплея Напомню, чем ты тут занимаешься? После убийства членов ордена древних Неси их медальоны мне Так мы будем понимать Сколько еще осталось в живых Еще прикольнее то, что ассасины Учат тебя прыжку веры Потому что до этого Если ты будешь прыгать С различных башенок Герой будет просто кирпичом Как говно падать вниз Пройдя обучение Наконец-то Научится старому приему Ты сказал прыжок Не слишком ли высоко мы лезем? Опять я вижу в тебе Тень сомнения Сбросишь меня с обрыва, да? Если надо подвинуться Чтобы проще было столкнуть Ты скажи Так не выйдет сюрприза Мне нужно прыгнуть Отсюда? Да Сперва дождусь, пока крылья отрастут Спасибо за урок, но... Стой! И смотри Хайсом! Хайсом! Совсем свихнулся? Ты же ранен Видишь? Моя вера пересилила страх А глина смягчила падение И, в общем, на самом деле Ну, привет В Dead Redemption Потому что У тебя есть свое поселение Своими чуваками Ты там что-то для них делаешь Апгрейдишь И ты с ними болтаешь У тебя есть вот Нагерь, в который ты постоянно возвращаешься Расскажи, чем ты тут занимаешься? Хочешь набить татуировку? Приходи сюда Я все сделаю И приноси любые наброски Которые найдешь Только знай Нет мастерской Нет татуировок Немножко освоившись Мы начинаем ставить себя на карту То есть заключать военные союзы Ну, заключается это в том Что ты, на самом деле, просто выбираешь Какую сюжетную ветку Да, проходить В каком порядке По сути, каждое заключение союзов Это такая отдельная мини-история Причем очень интересная Увлекательная И оригинальная С точки зрения представления То есть это не какая-то там Однообразная история По сценарию Каждый раз это Какая-то такая Отдельная серия Тех же викингов С которых, на самом деле Авторы очень-очень много чего подрезали Которая может начаться С поиска пропавшего войска На болотах И помощи там В осаде А превратиться В детективное расследование Когда там местная Яруша Она там скажет Слушай, у меня тут Вот три Самых близких Ко мне человека И кто-то из них предатель Сходи с ними Всеми в походы Да, там В какие-то квесты И разузнай Кто же из них Все-таки предатель У тебя еще на несколько часов Разворачивается Когда ты пытаешься Со всеми Сдружиться Попутно Там найти Какие-то улики И в итоге Ты должен вынести Вердикт Причем игра Постоянно Сохраняет интригу Даже когда ты В общем-то Скажешь Это он Не факт Что это он И этого персонажа Убьют О последствиях Ты знать не будешь Еще Какое-то время Будешь мучиться Гадать Правильно ты поступил Или нет Ну и чем дальше Тем ставки выше Выбор становится Важнее В общем-то Политики Все больше Я словно Оторвала себе Руку Пусть ты убьешь Вигмунда Но это не поможет Исцелить твою семью Думаешь Я не знаю Это урок Для всех Либо Служи мне верно Либо Будешь страдать И вот самое приятное Это то Что ты всю игру Удивляешься Как авторы Играют с твоими Ожиданиями Даже в сайт-квестах Тебя постоянно Накалывают Они еще все Практически Очень юморные Смешные И ты в них Не ожидаешь исхода Ты приходишь К какому-то Крестьянину Набожному Который говорит Я избавился От всех своих грехов Сожги мой дом Круши Делай что хочешь Меня это не колохнет И ты там Начинаешь Делать как он просит А в итоге Отпираешь кладовую И выясняется Что он маньяк И он немедленно Превращается В очень злого христианина Сдохни Вонючая скотина Сдохни Сдохни Тысячу раз Как другие Или там Находишь чувака У которого топор В бачке торчит Но он не понимает Что происходит Там Нужна перевязка Как там Большая рана По-моему Рана Пустяк Для такого Могучего воина Или какого-то Сошедшего с ума Старика Который Остров объявил Своим Владением И В общем-то Предлагает тебе Заключить союз Но поскольку Ты проводишь Некоторые расследования Понимаешь Он не очень хороший человек Если ты отказываешься Заключить с ним союз Он немедленно На тебя набрасывается И оказывается Очень крутым воином Ты нарушил Священный союз Смеличайшим Из короля Ты там Встречаешь Одинокого чувака Который бросает Вещи со скалы Говорит В общем Отправляюсь в новую жизнь Помоги мне Вещи перетащить И ты ему такой Помогаешь Вещи со скалы Побросать И следом Он туда прыгает Или там С детишками Поиграл В общем-то В набег Они тебе сказали Спасибо А потом Сказали Смерть Клану Борона И вот этот Юмор Он никогда Из игры Не уходит Ты постоянно Ржешь В Ассессинске Вальгала При том Что игра Все равно Серьезной миной И сюжет В ней серьезный В нем Очень много Юмора Что конечно же Правильно Для блокбастера Почему ты голый Полный отказ От ношения Одежды Приносит мне Радость А теперь Меня изгнали Из братства Нагих праведников Нагих Вам что Нравится Ходить без одежды Именно Мы любим Обнажаться Подобно Грекам И римлянам Но я По мнению Многих Слишком Это люблю Я без одежды Молюсь Ем Тружусь Хожу По улицам И тавернам Везде Иисус любит Такую чистую Наготу Причем они поняли Что аудитория у них Уже взрослая Поэтому шутки Связанные с интимной Зоной Вот они стали Наращивать Мимо одного дома Идешь Тебе женщина Жалуется Что к мужикам У нее не очень Они во время набега Познакомились Поэтому без крови И разрушений У них не получается Ты мог бы нам Дом разнести Чтобы мы Ими чувствами Воспунали Ну естественно Поскольку мы За викингов Играем Очень много Пьянок Причем Вот таких Ведьмаковских Где все Напоминает Кинофильм Горько В общем Свадьба Которая пошла Не по плану Где все Напились Кто-то упал С крыши А ты переспался С первым встречным И пытаешься Вспомнить Как его зовут Особенно смешно Это если Ты за женщину Играешь Короче От Вальгамы Ты получаешь Какое-то колоссальное Количество эмоций На минуту времени Несвойственную Ассасину То есть Мы все-таки Привыкли Немножко в другой Ассасин играть Хотя конечно В Одиссеи Уже Все это началось Уже были юмор Квесты интересные И слава богу Небесофт поняли Что в этом направлении Игру и надо развивать Что людям это нравится И нужно качать сюжет Качать погружение Качать рпг часть Это великолепно И слава богу При этом они не забили На все остальные элементы Потому что Вот есть ощущение От Вальгамы То что это последняя игра Такая в трилогии Когда уже Концепт на первой игре проверен На второй Обкатан А на третьей Вот наворачивают сюжет Все остальное И элементы все уже Доводят до ума Боевка Тебе пожалуйста Бах Добавили стамину Сделали все Гораздо сложнее На уворотах На комбарях И играет Совершенно по-другому Хотя казалось бы Базис был заложен В предыдущей игре Но За счет того Что ее Чуть-чуть Охардкорили И добавили Во все это Смысл Ты же Совершенно по-другому Играешься Ты не врываешься В толпу Врагов И начинаешь Всем раздавать Нет Ты аккуратно Выбираешь цель Думаешь Как на нее Зайти И стрельбая из лука Просто космическая Как из Рейлгана Так смачно Все умирают Так красиво Боевка Мне кажется В первую очередь Классно шагнула В физических ощущениях То есть Все удары Которые ты наносишь Оружием По врагам Они очень круто Ощущаются Буловую берешь Просто по башке Хрясь И так это Красиво выглядит Оно же все На таймингах Завязано И на комбарях Что ты прям Чувствуешь Как ты чувака Размозил То есть Ощущение На кончиках пальцев Реально Очень круто Главное Здесь Сразу Когда вы играть Начинаете Отключить Нахрен Циферки Кюкбоги Просто их ненавижу Они очень сильно Разрушают погружение Слава богу Интерфейс Настраивается И можно все Просто Нахрен Выключить Ну Я выключил Циферки Суперудары Опять же Перекочевали Из предыдущей игры И в принципе Все это Работает Похожим образом Но Они очень долго Перезаряжаются И тебе действительно Опять же Нужно думать Когда и как Их применять И при этом Это завязано На прокачку Которая Ну совсем Необычная Наверное Для серии Она мне В первую очередь Напомнила Игры Файнл фэнтези Где ты По сферам Качал героев В самых разных Направлениях И не понимал Каких И вот здесь Поскольку тебе Вся эта карта Звездная Не очень Понятна Изначально Что куда Идет Ты В общем-то В разных Направлениях Тыкаешься По сути Три направления Как ведьмачьи школы И ты можешь Даже доспехи Под эти направления Собирать И за счет Доспехов Получать бусты Собственно У тебя направление В сторону Берсерка Либо Ассасина Либо Лучника И вот эти Три направления Ты исследуешь И получаешь Какой-нибудь Уникальный прием А суперспособности При этом нужно искать В открытом мире В виде книг Такой Типа Прочитал книгу Научился Метать топоры Ну такой Ну ладно Наверное Так оно и работало В общем-то Почему нет И наверное Система развития Покритиковать Ну на самом деле Она интересная Тем что ты не знаешь Что дальше А во-вторых Ты ее можешь Пересобрать всегда То есть Если тебе не понравилось Как ты пошел По звездному небу Можешь откатиться Дракар Это конь судьбы Лишь несколько досок Меж тобой И глубокой могилой Нет места Лучше Чтоб сложить стихи Для любителей стелса В общем-то На самом деле Стелс систему Очень круто переделали Ну в последнее время Теотап просто Враги палили Если ты подходил Издалека И как бы Смыслом ассасинства Вот этого скрытого Перемещения В толпе Когда ты можешь Из-под тяжка Кого-то убить Вот они это исправили То есть Ты надеваешь капюшон И можешь в принципе Шляться по Вражеским поселениям И только Вблизи Тебя прям Начнут замечать Ну конечно же Если ты на вражеской Какой-то Особой территории То бдительность Она повышается В разы И охранники Они гораздо лучше Тебя палят Но Вот это вот Ощущение Когда ты ассасин И проникаешь Куда-то И из-под тяжка Кого-то бьешь Вот оно Наконец-то Вернулось И это круто Правда При этом Появилась Мини-игра На скрытое убийство То есть Если ты пытаешься Завалить Сложного противника Ты можешь Это сделать Но Появится Квик-тайм-эвент И не самый простой Причем На этот раз Они даже Постарались Сделали Огромное количество Мест Сценариев Где ты можешь Слиться с толпой Ты можешь Подобрать Какую-то пьяницу Прикинуться Что ты Его провожаешь Сесть За точильный камень У костра Присесть То есть В поселении Всегда есть место Где Спрятаться Правда? Ну-ну-ну И Отличная новость Для всех фанатов Оригинальных Ассасинов Ключевые убийства Они Да Они Как теперь Напоминают Оригинальный Ассасинс Крит Ты конечно же Можешь В общем-то Собрать дружину Пойти штурмовать поселение Но также можно По стелсу Прократься Подкараулить Жертву И пока Вся охрана Стоит спиной Просто его Одним ударом Прикончить И по-моему Это очень Крутые новости И вообще Очень иначе Ощущается Стелс-система Тебя за километр Никто не палит Ты спокойно В общем-то Ездишь по вражеским территориям Только если Очень близко Солдатом Подъезжаешь Они что-то Начинают замечать Есть территория Где на тебя смотрятся Подозрения Ну а есть Где конечно Любого нарушителя Сразу встречают С оружием Крайне Толково На самом деле Очень приятно Как они Классно сочетают То что Это игра Про викинга И вот тут Набеги И Крошилова И вот у тебя эпизод Где ты должен С капюшончиком Прокрадываться И никак иначе Короче Очень Надно Скроена игра Виден гигантский Осмысленный Прогресс Вот по всем Фронтам И в боевке И в стелсе И самое главное В сюжете И в приключениях И в том Что ты вообще Делаешь То есть Вот эта вся Конструкция Одиссея Она здесь Как бы Да Внутри игры Игра на ней Работает Но сверху Вот столько всего Навешано И ощущается Все совершенно По-другому К сожалению Изо всех этих Нексгенов И всего остального И огромного Количества работы Я не успел Полноценно Изучить И пройти Assassin's Creed Вальгала Но Меня обычно Чуйка не подводит И когда я вижу Вот такую работу Такую работу С персонажами С сюжетом И со всем остальным Я вот уверен Что и до конца Игры Все в Вальгале Просто замечательно И для меня Стало на самом деле Огромным сюрпризом И убежищем Потому что мы здесь Ну приходилось Последние недели Прям вообще не спать И жестко не спать И куча нервяков И куча скандалов И вот Вальгала Для меня Была настоящей Отдушиной То есть Я просто Садился Такой Вот Уже Бессонница Спать не можешь Просто садишься И играешь И кайфуешь И от этих Пейзажей И от этой музыки И от этих Персонажей До самой Вальгалы Я буду рядом с тобой Сигурд Всегда Короче От меня На данный момент Девять с половиной Ну и когда-нибудь Будет полноценный Обзор Потому что Я прям захотел Зауютиться На зимних Каникулах И полностью Эту игру пройти Она мне настолько Понравилась Полная версия Будет как всегда У спонсоров Спасибо всем Кто поддерживает канал Особенно важна Эта поддержка Сейчас Присоединяйтесь И получите Больше 70 Эксклюзивных Сюжетов Спасибо за просмотр Не забывайте лайки И писать Как вам Assassin's Creed Вальгала По-моему Действительно Выдающаяся игра Получилась Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok